Истинный Бог наш, молителем Пречистия Своей Матери и всех святых, помилует и спаси от нас, якоблак и человеколюбиец. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Беседы святителя Иоанна Затоустова о рождении по духу. Как вначале в основании творения положена была земля, все же дело принадлежало Создателю. Так теперь в основании полагается вода, а все дело возрождения принадлежит Богодати Духа. И тогда человек стал душою живущую, ныне же есть Дух животворящий. Апостол Павел в Первом Послании к Коринфянам говорит. Но различие между тем и другим велико. Душа не сообщает жизни другому существу, а Дух не только живет сам по себе, но сообщает жизнь и другим существам. Так апостолы и мертвых воскрешали. Тогда уже по совершении творения наконец был создан человек. А ныне, напротив, новый человек творится прежде новой твари. Сперва он рождается, а потом уже мир преобразуется. И как вначале Бог создал человека всецелым, так и ныне всецело образует его. Но тогда он говорил сотворим ему помощника. А здесь ничего подобного. Принявший благодать Духа может ли нуждаться в другом каком-либо помощнике, принадлежащей к телу Христову, какую имеет нужду в чем-нибудь содействии? Тогда сотворен человек по образу Божию, а ныне соединен с самим Богом. Тогда Бог повел ему обладать рыбами и зверями, а теперь вознес начаток наш превыше небес. Тогда дал для жительства рай, а ныне отверст для нас небо. Тогда человек создан был в шестой день, так как этим временем должно было окончить сей творение, а ныне в первый день, в самом начале, как и свет. И все это ясно, что совершающееся ныне принадлежит другой, лучшей жизни и состоянию, не имеющему конца. Первое творение Адама было творение из земли, а после него создание жены из ребра, потом происхождение Авеля от семени. Но мы не можем ни постигнуть, ни изобразить словом этих творений, хотя все они самые вещественные. Как же мы можем дать отчет относительно духовного рождения через крещение, рождение, которое гораздо выше тех? И каких может требовать от нас соображение об этом рождении чудном и необычайном? Аминь. Ради всех, Господь.